Покупали оборудование, нанимали новых людей, строили ФАПы, в правительстве подвели итоги года в сфере здравоохранения. Чего еще удалось добиться? Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давичи». Меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. Чистят, посыпают, вывозят. В Кирове продолжается большая уборка после снегопада. Какие адреса у дорожников в приоритете? Стараемся как по проезжим частям, так и по тротуарным частям не экономим противогололедные материалы. В Кировской области за усыновление детей будут платить больше. В правительстве рассказали, как поддерживают ребят, которые остались без родителей. Драка на дискотеке привела к реальному наказанию и денежной компенсации. В Даровском девушку осудили за рукоприкладство. Она сломала руку несовершеннолетней сопернице. По результатам рассмотрения исковых требований надзорного ведомства в пользу несовершеннолетней пострадавшей взыскана денежная компенсация. Кировчанку обманули на 500 тысяч рублей. Женщина доверилась не тем людям и лишилась всех денег. Какую схему использовали мошенники? Также они могут продать квартиру и все. Киров вернул статус города-полумиллионника впервые с 2021 года, за счет чего удалось разогнать рост численности населения. В 56 населенных пунктах Кировской области построены ФАПы. В них есть все, что нужно для медицинской помощи. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. Он подвел итоги года в сфере здравоохранения. Всего в регионе насчитывается 850 медицинских организаций. Особое внимание уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями. В Центре онкологии есть все необходимое оборудование, отметил спикер. Еще одно важное направление в системе здравоохранения – льготное лекарственное обеспечение. В текущем году около 200 тысяч пациентов обратились в поликлинику за рецептами на выдачу лекарств. Ежедневно выписывается до 8 тысяч льготных рецептов. Надо сказать, что на эти цели за последние три года значительно выросли расходы областного бюджета. В общем-то, в текущем году на эти цели было направлено более 1,2 миллиарда рублей. Также в правительстве региона рассказали о развитии технологий и средств связи в Кировской области и подвели итоги года в сфере спорта и туризма. Все подробности смотрите в вечернем выпуске «Дайвича». Сто единиц техники и сто человек с лопатами. В Кирове продолжается уборка дорог и тротуаров от снега. На борьбу с последствиями непогоды брошены все возможности подрядчиков. В первую очередь силы направлены на магистральные улицы и на пешеходные зоны с высоким трафиком. Противогололедными материалами обрабатывают спуски и подъемы, чтобы ни люди, ни автомобили не скользили. Спецтехника собирает снег в определенные места и следом приезжают другие рабочие. Они загружают собранный вал и увозят его на полигон. Кировчане также могут повлиять на уборку в городе. Работает диспетчерская служба. Сотрудники принимают заявки от населения, где нужно убрать снег. Титул города Ромостроя у нас социально важные объекты, магистральные улицы, центр города, где у нас достаточно много людей из этого. Мы стараемся как по проезжим частям, так и по тротуарным частям не экономим противогололедные материалы, обрабатываем тротуарные части с повышенной нормой, особенно во время снегопада. С нового года за усыновление детей-сирот в Кировской области будут платить в два раза больше. Ранее единовременное пособие составляло 50 тысяч рублей, с 1 января оно увеличится до 100 тысяч рублей. Также вырастут ежемесячные доплаты приемным родителям, которые взяли в семью детей с ограниченными возможностями здоровья и детей старше 10 лет. Кроме того, в 2023 году впервые за долгое время в регионе были выделены 75 миллионов рублей на ремонт и оснащение детских домов. Такие итоги в уходящем году подвела зампредправительство области Светлана Шумайлова. Светлана Шумайлова В конце провода сообщили, что мошенники пытаются похитить у кировчанки деньги, поэтому их нужно снять и перевести на безопасный счет. В ход пошли деньги с кредитных карт. Обналиченные 500 тысяч рублей девушка перевела на свою якобы новую банковскую карту. Больше этих денег она не видела. Сказала, что вся моя недвижимость и все мои средства, сейчас у мошенников оформляются кредиты активно, также они могут продать квартиру и все. Вот, и сказала, что нужно срочно закрывать карты. Но для этого надо, чтобы на них ничего не было. Под различными благовидными предлогами, такими как, что на ваше имя пытаются оформить кредит, или существует подозрительная активность на сайте портала госуслуг, а также продление сим-карты срока действия, либо услуг договора связи, мошенники пытаются, чтобы вы сообщили информацию о кодах, которые поступают через ваше смс-уведомление или пуш-уведомление. Мы категорически предупреждаем, что ни в коем случае данные коды сообщать никому нельзя. Кировчан стало снова больше полумиллиона. Областной центр вернул статус города, где живет 500 тысяч человек. Такие данные опубликовали в Кировстате. По информации ведомства, на 1 декабря этого года в городе проживает больше полумиллиона человек, а именно 500 тысяч 500 жителей. Рост численности населения обеспечила миграция, в том числе внутренняя. Люди переезжают из района в большой город. Больше всего новых жителей переехали в сентябре. 2300 человек. Статус города полумиллионника Киров потерял по итогу переписи населения в 2021 году. Тогда, по подсчетам статистов, кировчанами являлись 493 тысячи человек. Устроили драку в новогоднюю ночь. Прокурор в Кировской области через суд потребовал взыскания морального вреда. В ночь, когда начинался 2023 год, в поселке Даровской на дискотеке в местном доме культуры подрались две девушки. Одной из них на тот момент было 17 лет, другой 25. Та, которая постарше, сломала руку своей несовершеннолетней сопернице. Девушка уже получила за этот конфликт реальное наказание. Но сейчас к нему добавилось еще и денежное взыскание – 50 тысяч рублей. За данное преступление она была осуждена к одному году ограничения свободы. Вместе с тем, при рассмотрении уголовного дела в суде, вопрос о компенсации потерпевшей причиненного морального вреда разрешен не был. По этой причине прокурор Даровского района обратился с иском в суд. По результатам рассмотрения исковых требований надзорного ведомства в пользу несовершеннолетней пострадавшей взыскана денежная компенсация. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А если у вас есть интересные новости, присылайте их нам, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды после программы «За базар». А у меня на этом все. В студии работала Надежда Ведерникова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok